снова всем здравствуйте видос обзор покупок еды и не совсем еды или что-то типа того пошла в магнит за тем чтобы кое-что купить на завтра ибо собралась деревню на велике близлежащую деревню за молоком ну как бы к чаю там чай то все дитё там еще скорее всего будет дитю кое-что ну и попутно как-то вот случилось на 500 с лишним рублей мне даже дали аж четыре наклейки с рональдо или как там его подозреваю мне родственники коллекционируют там соберешь сколько-то наклеек купишь какой-то мячик или рюкзачок и еще аж самый такой купончик на скидку 100 рублей если вдруг что-то куплю с 25 по 29 июня в нашем местном магните в пределах от 700 рублей не знаю правда пригодится он мне придется кому-нибудь багрить в общем озоновский у меня тут внезапно пакетик я вообще хотела что-нибудь купить по мелочи прогуляться но как обычно делась не совсем по погоде на солнышке тепло в теньке мерзнешь а все дети почему-то одеты ну как-то очень теплее по сравнению со мной ну и так как я тут все накупила то решила уж зайти домой а раз уж зашла то наверно надо обозреть в общем по моему на него скидка хотя не знаю сколько он вообще стоит это ахмат чай классический черный чай классический черный чай 25 пакетиков это вот как раз туда куда я поеду потому что как я поняла в прошлый раз там был напряг с чаем может конечно уже не напрягщие но чай лишним не бывает и там удобнее по моему им заваривать именно вот так пакетиках а в пакетиках я думаю что лучше все-таки ахматовский чай хотя возможно кто-то считает что любой пакетированный чай как вот допустим у дяди считаешь любой пакетированный чай это вот фуфло вообще себе я взяла давно на него смотрю а тут что-то вот ну как-то вот решила что наверно надо взять обычно в магните попадается краснодарский черный чаще лицом а тут был еще душицы в принципе душица у меня есть через тоже наверно где-то валяется давно уже покупала отдельно вот сейчас помню что покупала себе чебрец отдельно еще в той квартире но думаю ладно вот чисто посмотреть как он нормальный чай вот так вот или требуха очередная хотя как бы российский чай поддержи российского производителя что-то около 90 рублей за 100 грамм ну и на случай если он нормальный то потом буду его покупать потому что тут я что-то как не куплю чай черный так требуха требухой на одну заварку в общем то что ребенку чупа чупс как бы оптимальный вариант на случай если есть то отдам если нет то отдам следующий раз нектарин он ну как так вот сросся и я так подумала что наверное что покупать один вот такой прикольный нектарин 2 в одном один в другом зеленый виноград давно не покупал в одно время покупала что-то другой какой-то такой было то возможно с костями даже покупала такой типа кишмиша без костей и долго долго покупала потому что-то перестала покупать перешла на киви тут посмотрела на киви что-то вроде не хочу уже киви последние два киви были мягкие и сладкие в общем виноград в этот раз я изменила магнитовской минералки взяла другую она была по скидке тоже пластиковой бутылки а что-то у меня этот кристальный родник вот беру негазированную полторашку она нормальная газированная какая-то с таким вкусом странным не вот это что-то 20 чем-то рублей чалсу выгода 20 процентов не знаю в чем стоило на 23 или как-то так этого года родлива это я чисто с собой брать так как молоко то у меня закончилось и в принципе я бы проживала и без молока вообще но думаю что вот хочется мне то ли кофе с молоком то ли просто кашу сварить если в прошлый раз когда покупала литрушку а потом получилось что мне позвонили я поехала в ближайший пригород не в деревню а просто в пригород микрорайон типа нашего но уже не уголь то у меня получилось кузе молоко и пришлось мне то молоко спаивать коту потому что ну куда его девать и кот видать переел этого молока у него это молоко уже местами было как простоквашка приходи в общем у него получилось и простоквашка и молоко одновременно а тут он выпендривался выпендривался ничего не ел смотрю съел все что было ну пока я была или сплю или отсутствую как бы еда есть и другой еды никто не даст и а есть хочется в том как анекдоте про гречку вот он слопал тут молоко бывает у него мясо два дня он это мясо есть на третий день он мясо не хочет есть тваря такая то там у меня этот дождь беспокоился не помню полноценно ник в общем дождь так беспокоился обо мне и о коте аж три камента беспокойство выдал в общем молоко российское 13 числа до 22 на 6 3 2 процента жирности 25 или типа того пол-литра все смотрю вот козье молоко все покупала покупала сколько стоит обычное молоко коровья как-то не смотрела магазинах что-то только выросло то ли в нашем магните такое то ли вообще ну такое вот покупала раньше эту экономную хозяйку или кошкинское молоко короче кошкинское молоко которая стала потом экономной хозяйкой очень мне нравилось долго живет два месяца после ну за до закрытия то до открытия живет два месяца после вскрытия тоже примерно так же вкусно такое молоко долго играющие было 40 допустим или 39 что-то ну 50 60 стало но не суть чем купила тут себе три плоских персика один тут даже с наростом даже достану сейчас при свете дня снимаю кстати отодвинула занавеску тестово смотрю что занавеска еще без занавески так примерно как то есть по цвету одинаково вот тут персик с наростом таким еще тут у меня груш какая-то одна из них называлась конференция другая не помню как в общем груша еще одна груша помидоров я захотела огурец у меня там полезный в салате лежит что-то не охота мне огурца вот покупают помидоры кафота и решила взять и так как марокканские томаты черни категория 250 джамм 47 таре сейчас я делаю и сегодня мне меньше хочется одевать хотела вообще на вельке покататься но что-то так сон за глаза режут хотя вроде не особая яркая видимо вечера придется дождаться тут у меня лёвушка фактически весь лёвушка поедет в гости к чаю я что-то так подумала что можно для разнообразия он мягкий такой лёвушка так в магните не знаю как во всех в нашем магните 27 рублей сейчас идет филёвская лакомка скидка короче на неё на филёвскую лакомку четвертый раз уже покупаю как на неё скидка свежее молоко говорят составе вообще что-то давно очень лакомку не покупала тут увидела скидка на него атаках у то мороженого какого-нибудь было я чё-то думаю а чё бы не лакомку и сметана в прошлый раз когда я была мне ну так сказали и пожаловали что типа сметаны нету да я тоже подозреваю что сметана возможно будет но сметаны лишней не бывает чё в холодильник поставил у неё к тому же на сегодняшнего числа а так как я поеду завтра и она сколько она тут дней живёт-то сколько-то живёт сколько же она живёт кстати рыбинская сметана хорошая сметана мне нравится а сколько живет а 10 суток живет но я думаю там в принципе что съедят успеют съесть ее до того как она откинется в любом случае я сначала большую баночку купить а потом думала вдруг это у людей есть сметана большая как я заметила имеет свойство откидываться короче уйдет людям как-то вот так да у меня кстати тоже сметана периодически такую покупаю правда сейчас у меня сметана из предыдущего обзора в общем всем спасибо всем пока